добрый день с вами история одной вещи и ольга наумова и конфуций это имя вам точно хорошо знакома хотя ему уже две с половиной тысячи лет представьте себе человек жил шестом пятом веках до нашей эры учился трудился имел учеников совершал какие-то поступки прожил свою жизнь и так ее прожил что сегодня спустя две с половиной тысячи лет не просто помнит его имя учение которое он оставил стала основой существования целой цивилизации до китае это цивилизация которая существует уже очень очень давно и значительную часть этого времени ее не столько религиозной конфуцианство все-таки не религия а вот такой духовно-философской основой остается учение этого человека мы называем его конфуцианством сами китайцы называют его по-другому там нет имени основатель но тем не менее в какие-то века труды учения последователей конфуция не принимали и даже уничтожали изгоняли из жизни какие-то века поднимали на уровень божества практически но как бы то ни было через все эти исторические периоды прошло отношение к этому человеку как учителю жизни как к тому кто сам достойно прошел свой жизненный путь и оставил такие советы такие наставления такое учение которое даже нам сегодняшним во всех странах мира не только в китае дает возможность выстраивать свое существование свой жизненный путь свое внутреннее развитие достойно соответственно учению о благородном мужа так конфуций называл человека который обладает нравственными качествами который добр человека любив искренне который на своем месте каким бы оно ни было большим или малым старается делать свое дело как можно лучше это человек который называет вещи своими именами который не лебезит перед сильными мира сего и не презирает низших как мы могли бы сегодня сказать это человек который все время учится который не стесняется заимствовать что-то полезное лучшее из того что он встречает других людей этот человек который выполняет свой долг долг например отца или правителя или чиновника или самого маленького крестьянина вот благородный муж благородный не по своему происхождению а по величию своей души и сам конфуция в этом смысле был для людей очень большим примером мне кажется что поэтому и само конфуцианство оно прошло через тысячелетие именно потому что в основе лежит живой опыт живого человека более того сам конфуция даже имел возможность свое учение внести в жизнь в жизненную практику он в своем княжестве занимал очень высокий пост одно время пост министра правосудия и княжество процветало благоденство то есть это его теория она не просто теории на рабочие она может стать основой жизни и человека и государства вот это учение о том каким должен быть человек чтобы общество государство было счастливым наверное есть основное учение конфуция сам он кстати говоря если вы рассмотрите этот рельеф вы увидите что он здесь красавцем не выглядит и для меня это музейная репродукция напоминание о том что не нужно судить о книге по обложке не нужно вешать ярлыки на людей если их внешность не соответствует каким-то нашим представлением о красоте и гормон потому что он конечно выглядел пугающе огромный рост глаза на выкате губы такие тоже не очень красивые кажется человек гора человек не красавец совершенно но стоило ему начать разговаривать стоило ему начать общаться с людьми как каждый оказывался под обаянием его личности каждый ощущал глубину этого мудреца поэтому для вас как и для меня это музейная репродукция может стать и напоминанием о том что нужно смотреть в суть нужно смотреть в глубину не довольствоваться внешним поверхностным впечатлением и напоминанием о благородном мужа может быть я еще и мне являюсь но мне очень нравится этот образ и я стремлюсь таким человеком стать по крайней мере конфуций каком-то смысле является для меня примером и идеал так что и эту репродукцию это изображение и другую вещь другой предмет из нашей коллекции которая есть нашем магазине вы можете приобрести чтобы напоминание об этом удивительном мудреце было рядом чтобы она напоминала нам о том как быть благородным мужем а а а а а а а а